Добрый день всем, прежде всего мы, безусловно, очень рады получить это приглашение и спасибо за то, что вы пригласили нас. Для меня это особенное событие, потому что мой первый спектакль профессиональный, в котором я сыграл, это был Достоевский, и мы много говорили о Достоевском, когда готовили этот спектакль, говорили о Невском проспекте, и вот сегодня я приехал и прошелся впервые по Невскому проспекту, это очень сильное чувство. Если говорить об Эсхиле, то мы начали эту работу по текстам Эсхиле 10 лет назад, начали в театре Одеон в Париже, начали с Эрестей, это такое очень символичное тоже произведение. И затем Оливье Пи решила продолжить эту работу с Эсхилом, была взята следующая пьеса, это была совершенно другая работа. Такая очень острая, очень сложная. И тот спектакль, который мы представим завтра, это логичная продолжение этого проекта, это про метеоприковано и прощительница. И это спектакль, который вы видите завтра, это две пьесы. И все роли в этих двух пьесах исполняем мы, нас трое актеров. Мы называем этот спектакль такой спектаклем интерактивным, потому что он может играться в самых разных театрах, на самых разных площадках. Мы играли его даже в школах, в лицеях. И так далее. И мы играли, как я уже сказала, мы работали над разными пьесами Эсхил, это были и перцы, и просительницы. И в прошлом году мы взяли новую пьесу в работу, это был как раз Прометей. И так далее, мы делали этот сентябрь, мы делали 4 спектакли, а 3 актеры, 5 часов Эсхил. И этим летом мы представили все эти спектакли, все пьесы Эсхилы, которые мы сделали подряд. Это было 5 часов, 5 часов Эсхилы. И Оливье Пи знал, что мы могли делать диптики, особенно с Прометей-еншиней и «Ли Суплианты», с фил-кондуктером, которая была присутствующей Дио. И когда Оливье Пи посмотрел, как мы это представляем подряд, он заметил, что здесь могут организоваться такие диптики, что можно объединить две пьесы, Прометей и Просительница, и что между ними есть связующее звено, которое может позволить показывать их вместе. И Оливье Пи сейчас тратил все, что осталось, потому что мы знаем, что мы потеряли много. Мы только играем, например, «Ли Суплианты» — это одна из 4-х партий, это одна из 4-х партий, и у нас осталось больше всего, это она, которую мы играем. И Прометей, также. И, в результате, мы нашли этот фил-кондуктер, этот связь очень сильный между ними. И вы знаете, что многие тексты Эсхилы были утеряны, поэтому, если говорить о пьесе Просительница, например, это была тетралогия, там было четыре части, только одна часть сохранилась до наших дней, именно эту часть мы играем. Оливье Пи присмотрел все эти пьесы, провел свою такую работу с текстом, чтобы объединить вот эти две пьесы, найти в них те элементы, которые их связывают. И что важно для нас в этой работе, когда мы играем эти спектакли, это то, о чем... директор фестиваля говорила только что это актуальность, это удивительно, и мы не устаем изумляться этому, что те тексты и те вещи, которые были написаны две с половиной тысячи лет назад, сегодня абсолютно не теряют актуальность и звучат для нас совершенно понятно и ясно, о чем идет речь. Например, эта тема очень важная, о которой Светлана Васильевна только что говорила, фестиваль о беженцах, которые приезжают в новую для себя страну. В пьесе «Просительницы» речь идет как раз об этом, о египтянах, которые приезжают в Грецию и которые просят убежища на греческой земле. И, justement, «Рамо» д'Оливье, dont parle souvent Оливье Пи, в «Суприадзе», это Эшипе, и «Эшипе», и «Эшипе», и «Эшипе». Эта тема, эта линия, о которой говорит Оливье Пи, тоже очень важная в «Просительницах», это тема вот этой помощи, поддержки, которую нужно оказать этим прибывшим людям. Вот. Если в двух словах сказать «Прометей», потому что первая часть нашей постановки это «Прометей», потом «Просительница», я думаю, вы все знакомы с историей «Прометей», который похищает это пламя, чтобы принести его людям пламя, которое можно воспринимать как метафору знания. И первая часть этой пьесы «Прометей», которая дошла до наших дней, как раз говорит о том, об отношениях, о столкновениях между «Прометей» и «Прометей», и «Зевсом», и потом всех тех персонажей, которые приходят к «Прометей» от имени «Зевса», чтобы немного успокоить его пыл, чтобы справиться с его неподчинением, с этим восстанием. Вот. В общем, я не знаю, что я могу добавить. В общем, мы приехали в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас это очень холодно. Но, известно, я не чувствую себя непосредственно. Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя очень хорошо. И, как я уже говорила, как я уже говорила, это довольно нитик. Санкт-Петербург. Вот, наверное, все, что я бы хотела сказать за спектаклях. Если говорить о впечатлениях о городе, мы приехали только вчера, поэтому впечатления еще такие очень свежие, самые первые. Но, безусловно, для меня это какой-то мифический город, и очень важно оказаться здесь. И я могу только сказать, что пока я чувствую себя здесь очень и очень хорошо. Спасибо большое. Семен Владимирович, вам исключительное слово передаю, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Не хотелось...